Всем привет! Сегодня я решил показать вам, как я провожу свой вечер. Это очередное видео из цикла «Годный контент на ютубе». Конечно же, как вы можете прекрасно и без меня понимать, каждый вечер у каждого человека всегда индивидуален. В моем же случае, иногда мой вечер я провожу так. Говорят, у тебя есть связи при дворе. А иногда случается такой вариант развития событий. Но сегодня я расскажу вам про особенный вечер. Чем он будет особенный, вы узнаете. По ходу этого видео спойлерить я вам не буду, потому что я слышала, что люди особо спойлера не любят. Прежде чем мы начнем, обязательно подпишись на мой канал. Тык. Ключи себе уведомления о публикациях, чтобы в дальнейшем ничего не пропустить. Конечно же, подписывайся на мои социальные сети, на мой ВК и на мой Инстаграм, чтобы видеть больше моих вечеров. И... Вы наверняка думали, что я сейчас скажу, давайте приступим, но на самом деле нет. Я хотела поблагодарить вас еще раз за то, что вы сделали меня очень счастливым человеком. За то, что вы сделали меня миллионером. Обязательно выпущу видео в честь этого события. Оно будет чуть позднее. Я не готова выпустить его сейчас. Я должна прийти в себя, потому что, если честно, я до сих пор в шоке. Мой день сейчас похож на что-то вроде... С утра я просыпаюсь, я радостная. Потом мне кто-то пишет вот такое вот огромное сообщение о том, как он сильно меня любит, о том, как я ему помогла, о том, как я его вдохновляю. И я начинаю реветь, потому что я это почему-то очень через себя пропускаю. Ну, реветь в хорошем смысле слова, конечно. Ой, подождите, папа с накидом пришла. Видите, она тоже пришла. Вот, в общем, начинаю реветь. Потом успокаиваюсь. Я должна вот этот момент пережить, свыкнуться с тем, что на самом деле на моем канале 1 миллион подписчиков. И тогда я обязательно сниму для вас особенное видео, которое вам очень понравится. Что ж, теперь приступим. Ах, да, меня, кстати, Лиса зовут. Обычно вечер стандартного человека начинается с того, что он приезжает домой. Чем, собственно, я сейчас и занимаюсь. Я приехала домой, припарковалась, и сейчас я пойду. Пойду. В самую первую очередь я играю с моей немецкой овчаркой. Его зовут Цезарь. И я всегда долго, долго, долго играю с ним, как приеду. Мы играемся в гараже или на улице. Когда наше игрище закончится, наступает время испытания. Ведь в зависимости от того, во сколько я прихожу домой, решается дальнейшая судьба всех, кто находится в радиусе 5 километров. Собачки, которые меня бегут встречать, вот эти вот маленькие пухляшки. Ага. Орут так, что пипец. И ладно, если время не совсем позднее. Но когда мы возвращаемся из кино поздно ночью... Реально кажется, что они вбудут весь район. Но иногда мне действительно кажется, что проще оставаться в машине и спать здесь. Особенно, если это очень поздно. Дальше я делаю то, что делаем мы все. Я иду мыть руки. Я опускаю мои ладони под струи воды, а также потом наношу мыло и дальше смываю. Ого, вот это туториал! Потом я убираю волосы. Вы не представляете себе, как долго я училась делать вот эту вот простую игольку. А ты умеешь так убирать волосы? Что ж, теперь самое время пообщаться и сделать себе чай. Ну, пойдем, пойдем, да. Пойдем. Пойдем. Кончайте, девочки, кончайте за мной шутить. Почему-то, когда я прихожу домой, мне очень часто хочется выпить именно чай. И не важно, какое время года, зима или лето. У вас есть подобные странности? Вот я делаю себе чай. А еще тут есть зефирки. Они, кстати, уже с кофе, поэтому это прекрасно. Так, вы же помните, что неистовый кофепитель без кофе не может жить? Поэтому, если я не пью кофе, то я ем его. И вот мы уже сидим и общаемся. Как все стремительно происходит. Хочешь, правда, они кофейные? Не, я кофе не люблю. Точно, я люблю, когда есть такой кофе. Прекрасно, мне же больше достанется. Кстати, можете немного подслушать наше общение. Но только совсем немного. Как дела, милая? Хорошо, сегодня видео снимала. Все, Ольга. Чего ты видео снимаешь? Я превращалась в одну знаменитость и вела себя по каналу. Ну, помнишь, как мое видео с Ольгой Бузовой? Вот с того только продолжение. А ты помнишь, что сегодня тебе кофе не запрещают? Что? Сегодня? Ну, если ничего не поменялось, то да? Блин, да. Надо пойти убираться. Обычно человек поддерживает чистоту в доме по утру. Ну, или не поддерживает ее. Ну, а у меня тут хаос после утренней съемки. И вообще, просто, в принципе, хаос по жизни. Маленькая хозяйственная бездарность. Кот вообще не понял, что произошло. Вы видите? Вы видите реакцию кота на мою уборку. Так, кровать готова. Осталось еще немного шагов. Не можешь убирать, имитирую уборку. Народная мудрость. Деньгами лучше не разбрасываться. И вообще, куда тут монетки? Давайте лучше пусть будет монеточка. Косметика после съемок. Валяется на полу. Но, если честно, то обычно бывает гораздо хуже. Стол тоже надо отодвинуть на место. Ой-ой-ой, кажется, пришли гости. Интересно, кто же это пришел? Кончайте, девочки, кончайте со мной ждать. Ну, приехали к нам Тилька с ее мужем. И давай сделаем тот десерт, который ты показывала в своем инстаграме. Сказала мне Тилька, а я сразу согласилась. Поэтому делюсь с вами рецептом. Безумно вкусного домашнего йогурта с голубикой. Все, что надо, смешать греческий йогурт с черникой, медом и потом взбить. После чего разложить по формочкам и добавлять туда любимые ягоды. Попробуйте это сделать. Это очень вкусно. Ну, мы, правда, еще сверху посыпали семенами чия. Совсем немного. Ну, или много. Просто обожаю. Как тебе? Попробуй. Вы знаете, я не могу понять, нравится Тильняшке или нет. Она вот говорит, что нравится. А я вот что-то думаю, что она лукавит. Посмотрите на ее реакцию и напишите, что думаете. Кончайте, девочки, кончайте со мной ждать. Потом мы решили, что надо заняться чем-то совместным. Например, поиграть в настольные игры. Ой, вы знаете, в последнее время я так залипнула на настолки. А раньше, конечно, я знала о том, что существуют какие-то настольные игры, типа Монополия, Унна, ну и карты там самые обычные. Но я тогда совершенно не знала, что оказывается этот мир настольных игр, он настолько шикарный, настолько широкий, что я на это просто залипла и подсела. Я не знаю, прям с ума скажу. Ты вот сейчас тоже подсядешь, я отвечаю. Вот сейчас ты поиграешь, вот в эту фигню вклинишься и все. Мы будем 4 часа в эту штуку играть. Не-не-не, спасибо, ты что. Бахус. Мы играли несколько часов сначала в одну игру, потом играли в другую. Кстати, вы играете в настолки. Если да, то какая у вас любимая, если нет, то очень рекомендую. Это прям вообще лучше, особенно когда у вас часто гости бывают или, в принципе, в компании, это прям топово. Итак, я думаю, что это миссис Скарлетт. И она убила человека гаечным ключом, потому что у нее был мотив. Она хочет его машину. Она роковая женщина. А потом ребята сильно проголодались. И я так и говорю, а давайте я принесу вам йогурт. А они такие, да не, давайте доставку еды закажем. Вот. Осталось нам выбрать, что же заказать. А у меня большой рунический меч. Кончайте, девочки, кончайте со мной шутить. Мы заказали роллы. Смотрите, как вкусно они выглядят. И еще пара мандариновых лимонадов. Обожаю мандариновые напитки. Вы пробовали их? Если нет, обязательно попробуйте. Вот посмотрите, посмотрите на это. Человек кушает, а его пытаются смешиться. Нет, ну я ничего, я не сдаюсь. Я кушаю. Жуй, жуй, пока можешь, принцесская лисунька. Жуй. Потом мы еще немного позалипали, сняли совместное видео, кстати. Так что ждите, оно будет просто огонь. Кстати, ссылочку на тирку я, как всегда, оставлю вам в прикрепленном комменте. Проводили мы потом друзей домой. И теперь, конечно же, начинается самая интересная стесня. Кончайте, девочки, кончайте со мной шутить. В первую очередь, когда я дома одна, мне нужно переодеться в удобнее домашнее. Поэтому пойду и поглажу любимую кофту. Дальше надо умываться. Кстати, заодно я сейчас вам пару секретов умывания расскажу моего. Конечно же, вечером я всегда умываюсь. И вы очень часто спрашиваете меня о том, как именно я умываюсь, что я делаю во время моей вечерней рутины. И как мне удается поддерживать мою кожу в идеальном состоянии. Сейчас я вам все расскажу. И я надеюсь, что это эхо, которое вы тут можете слышать, нам не сильно помешает. Это мое любимое гидрофильное масло. Кстати, я его вам уже показывала в видео, когда я вам показывала мой поход на шопинг вместе с тельняшкой. И это просто самое лучшее. Именно им сейчас я буду и пользоваться. Это первое средство. Главное правило это очищение. Всегда смывать свой макияж мицеллярной водой или молочком. Ну, тем, что вам больше нравится. И мало того, чтобы снимать макияж мицеллярной водой, нужно после этого обязательно ее смывать. Это обязательно. Да-да-да. Я знаю, что многие производители пишут на мицеллярной воде, что смывать ее не надо. Но если вы не будете смывать мицеллярную воду с вашего лица, то те компоненты, которые помогают вам смывать макияж, самые мицеллы, именно так они называются, остаются на вашей коже. И получается, что вы просто одну грязь очень-очень-очень, условно говоря, заменяете на другую. Вам она надо? Конечно, нет. Любое средство для снятия макияжа должно быть обязательно доочищено, потому что в ваших порах остается демакиянт и остатки майкапа, и кожный жир, и пыль. Мне доочистить кожу помогает щеточка. Я использую Луна Мини 2 из медицинского силикона. Я наношу на влажную кожу гель или пенку, равномерно это распределяю и дальше уже отещаю кожу щеточкой. Звуковые пульсации как будто бы выбивают грязь из пор и остатки моего макияжа, но при этом они не разрешают липидный слой, потому что если отщать кожу до скрипа, то это провоцирует появление прыщей. Да-да, так парадоксально. Часто причина прыщиков это недоочищенная кожа, когда мы не до конца снимаем макияж. И вот почему не стоит пользоваться всякими щеточками из нейлоновой щетины, которые очень популярны. В них размножаются бактерии, а медицинский силикон, он препятствует размножению бактерий и тем самым не провоцирует воспаление на коже. После очищения я обычно использую тоник и легкий увлажняющий крем, как завершающий этап ухода. Ну и основные правила здоровой кожи, которым я следую. Это всегда снимаю макияж перед сном, собственно то, что я сейчас сделала. Обязательно пью чистую воду, именно чистую, да, без добавления газировок, подсластителей и всякого такого, и занимаюсь спортом. Я думаю, вы заметили, что в последнее время, да, как-то что-то не то с моим телом происходит, а ты стала заниматься с тренером, представляете, да? Ну и, конечно же, мало сладкого и прочего. И вот вам результат, так сказать, на лицо. После того, как я умылась, я решила обновить маникюр, как раз перед сном самое то. Как обычно, это мои любимые накладные ногти. Обезжириваю ногтевую пластину, потом обезжириваю сам ноготь непосредственно. Немного прохожусь бафиком по ногтям. Теперь наклеиваю клей сначала на накладной ноготь, а потом уже на свой настоящий. Теперь покажу вам поближе. Видите, клей наношу на ноготь. Клей наношу также сейчас на ногтевую пластину, после того, как я ее обезжирила. И просто наклеиваю и держу пару секунд. Все, ноготь приклеился у вас, ну, не то чтобы намертво, но надолго. Так, теперь самое важное время. Время приготовить себе кофе. Немного позалипать в соцсетях. Кстати, ребят, я открыла личку ВКонтакте, поэтому можете писать мне ваши поздравления с миллионом туда. Ну, или просто так писать. А я постараюсь ответить вам на каждое сообщение. Я реально постараюсь это сделать. Теперь можно начинать монтировать. Обычно это выглядит как-то так. У меня процесс монтажа занимает 2 часов до 12 обычно. Поэтому я помонтирую сейчас пару часов, а потом лягу спать. Ну, на самом деле, часов до 5, до 4 я буду заниматься этим. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Обязательно ставьте лайки, лоисы, классики, пальцы вверх, как угодно. Подписывайтесь на мой канал. Тык. Включайте подавления в публикациях. И жду вас в моих других социальных сетях. Всем спасибо за просмотр. И всем пока. До новых встреч.